М45 в Иркутске В 2018 году Иркутск, Иркутская область и вообще все люди во всем мире Нас, моих родных и близких, брата и сестру Понятно Мы по-нашему уже Новый год встретили, но существует еще восточный гороскоп И почему-то нам всем нравится праздновать Новый год И мы продолжим еще несколько раз в феврале Будет 16 февраля по восточному календарю начнется год желто-земляной собаки Здесь, конечно, играет и цвет, и стихия Цвет желтый – это цвет солнца, это цвет надежды, удачи, финансового благополучия и стабильности А стихия земли отвечает за такие качества, как практичность и надежность Поэтому 2018 год обещает быть стабильным Принесет много удачи в финансовых начинаниях, в экономике И можно надеяться, что многие решат родить детей, создать семью, а также начать какой-то свой новый бизнес В общем, 2018 год для начинаний – это просто лучшее время Для начинания благополучно для рождения детей, создания семьи, начала нового бизнеса, покупки жилья То есть это благоприятный год, потому что земная стихия, она сопутствует таким начинаниям Об этом говорят звезды, правильно? Об этом говорят звезды, да А вот говоря, все-таки, может быть, какой-то более такой точный прогноз, вот, может быть, для каких-то определенных знаков Или это всеобщее? У всех все будет хорошо Вы знаете, есть общие такие рекомендации, которые делают астрологи В зависимости от того, какие аспекты существуют, будут в этом году по отношению к солнцу человека То есть к солнечным знакам зодиака Надо сказать, что 2018 год в первую очередь принесет удачу скорпионам, а также рыбам Мимо, два раза То есть водным знаком Почему? Потому что Юпитер идет по скорпиону сейчас И, конечно, ловцами удачи в этом году, счастливчиками будут скорпионы То есть скорпионы, да, в этом году и женятся у нас Скорпионы, да, скорпионы Разбогатеют Разбогатеют, детей родят, да Финансовая удача, детей родят и так далее, и так далее А также земным знаком Деве Тельцу Вот козерогам придется немножко сложновато, потому что Сатурн вошел в знак козерога Он будет учить их дисциплине, вовремя приходить на работу, вовремя все делать и так далее, и так далее Будет их дисциплинировать Конечно, на два-два с половиной года будет сложно Надо сказать, что воздушные знаки вот в прошлом году и позапрошлым было немножечко трудновато А сейчас воздушные знаки и огненные знаки также получат небольшую разгрузку и отдых от тех ситуаций тяжелых, которые были в ближайшие предыдущие два года Ну вот сегодня мы говорим о знаках судьбы, да, и все-таки астрология это тоже в какой-то той или иной степени судьба, да То есть как бы это судьба, на которую мы, люди, повлиять не можем, правильно я понимаю? Вы знаете, астрологи на всей протяжении своей науки, они спорят о том, о детерминированности, то есть о предопределенности Есть она, судьба или судьбу можно изменить Некоторым людям удается что-то изменить в своем гороскопе, а некоторым, к сожалению, нет Не, ну смотрите, допустим, просто проводились же не раз такие эксперименты, что, допустим, два абсолютно одинаковых там человека в том плане, что, допустим, там две девушки родились в один год, в одно время, в один день и в один, там, практически в одно время, да, то есть там по минутам У них абсолютно разная судьба Ну, таких людей называют звездными близнецами И очень часто бывает так, что их называют родители одним и тем же именем У них очень часто происходят одни и те же события в одно и то же время То есть женятся они, выходят замуж, рожают детей Ну, судьбы-то по-разному складываются Ну, судьбы складываются по-разному, да Вот тут можно мыслить по-разному, как говорится, все, что не делается, делается к лучшему или было, добыло и прошло Вот все-таки знаки судьбы, для чего они нам даны? Это когда Вселенная, космос говорит нам и подает какой-то сигнал, там, будь осторожен, либо еще что-то А смысл тогда этих знаков, если судьбой все предначертан? Ну, смысл этих знаков уберечь нас от каких-то неприятностей, от каких-то катастрофы, даже от гибели Вот есть такая статистика, что если 15% пассажиров не приходят на регистрацию рейса, то рейс обречен на катастрофу Вот, а почему это происходит? Потому что многие люди опоздали на этот рейс по разным причинам Это может быть и потеря документов, это может быть то, что забыли они что-то, возвращались несколько раз Может быть, там машина не завелась или отвлекли их Ну, какая-то проблема, барьер В конце концов, какая-то проблема, да, барьер или препятствие Очень часто знаки судьбы подаются нам через препятствия Это говорит о том, что, может быть, и не стоит лететь в данное время Ну и знаки нужно уметь еще трактовать, правильно? Конечно Потому что кто-то воспримет этот знак как предостережение, а кто-то скажет Это судьба, это боженька, мне вот такие препятствия идут, но я справлюсь, я дойду, я пройду Да, да, с криком ура, ура, буду их преодолевать и получать, набивать шишки себе на голову Потому что по-разному люди относятся к знакам судьбы Самое главное научиться их видеть и правильно расшифровывать А как, 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 как вот научиться видеть и расшифровывать? Да, а что верите вы, Ольга, очень интересно? Я верю вообще, когда у меня бывает какое-то препятствие, например, я куда-то тороплюсь Если я не на машине, не ведусь сама, то если вдруг передо мной закрываются двери автобуса То я думаю, что это повод подумать, а может быть и мне не надо в самом-то деле туда ехать Может быть и не надо Или, например, человек подписывает какой-то контракт новый для него Вдруг заканчивается у него чернила Ручка не пишет, да, может быть это повод стоит В ЗАГСе, да, когда ручка закончилась? Да, ну в ЗАГСе, я не знаю Но вот когда контракт, может быть не стоит подписывать контракт Почитать внимательно, может есть какие-то там подвохи, подводные камни и так далее А я верю в сны Почему? Потому что очень часто, когда нужно принять важное решение Я задаю вопрос и ответ приходит во сне Считается, что именно во сне, когда мы засыпаем, когда мозг наш отключается от активной работы Происходит подключение к так называемым параллельным мирам, к хроникам Акаши Что такое хроники Акаши? Я вчера читал об этом Банк информации о нашей планете, о какой-то отдельно взятой стране или об отдельно взятом человеке И там информация о настоящем прошлом и будущем И когда мы спим, задаем вопрос, нужно задать конкретный вопрос И когда мы спим, наше подсознание генерирует ответ и выдает его нам в виде каких-то образов В виде сна, которые потом нужно будет расшифровать В принципе, подсказку вы уже получите от судьбы То есть можно смело сказать, люди, которые во сне видят ответы на вопросы, это ясновидящие? Нет, ну действительно бывает такое Бывают вещи сны, конечно Да, вещи сны, мне кажется, это же зависит от человека, насколько он восприимчивый Это зависит от человека И нужно, конечно, обращать внимание на те сны, которые повторяются изо дня в день Ну, и, допустим, подружка у меня предсказала так и трем своим подругам, что вот они беременны даже тогда, когда они не знали об этом Мне пришлось, что беременна, и она действительно была беременной Ну, бывает такое Для меня знаком судьбы, ну, не знаком судьбы, но вот, как по примеру вашему Закрылись двери, у автобуса, значит, стоит задуматься Значит, стоит задуматься об автомобиле Да, стоит задуматься, чтобы был свой автомобиль Да, конечно У меня зачастую бывает такое, когда пост ДПС тебя останавливает Я тоже отношусь к этому не, ай, что им надо там от меня А я думаю, ну, значит, так надо Значит, мне нужно остановиться на три минуты, там, притормозить и потом продолжить движение И в одном из каких-то пабликов один из представителей ДПС назвал их службу ангелами, которые останавливают людей на дороге, дабы предостеречь их от каких-либо неприятностей Неприятностей Ну, это, конечно же, шутка Работникам ГИБДД Ну, что ж, спасибо вам огромное за такой довольно увлекательный рассказ Давайте пожелаем что-нибудь нашим телезрителям Я желаю, чтобы иркутяне в этом году получили то, что они хотели Желаю вам успеха, благополучия, финансового процветания Очень многие в этом году создадут семьи, родят детей, создадут новый бизнес И успеха вам в этом Спасибо большое вам тоже успех в ваших начинаниях Спасибо вам большое, Ольга, что пришли к нам сегодня Это тоже был такой своеобразный знак судьбы Что все-таки астрологии верить нужно И все у вас будет хорошо Ольга Ильина, астролог в нашей студии А мы продолжаем и прямо сейчас прогноз погоды Редактор субтитров А.Семкин